Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В открытии соборной мечети в Зеленодольске побывал Салават Мухаммадулян. Зимняя забота о птицах. Уже холодно, ты хочешь, хочешь. Как кормить, чтобы не навредить Анна Городнова. Парное мясо, свежие овощи, домашняя выпечка. Еще две недели в городах будут работать сельскохозяйственные ярмарки. И сегодня по торговым рядам Казанского агропромпарка прошел Рустам Мениханов. Президент не только изучил цены, но и проверил качество продукции. Ранним утром отправился на ярмарку Ирамиль Шайдулин и прикупил домашних пельменей на Новый год. Как театр начинается с вешалки, так ярмарочная площадь с праздничной песней о том, что рядовой поход за продуктами обернется народными гуляниями, не мог предположить петербуржец Артур Гайнадинов. Недавно он переехал в Казань, где и открыл для себя, что выбирать мясо можно и под музыку. И там таких рынков нет. Я там не ходил на рынки никогда, потому что там было страшно. А здесь хорошо. Теперь в Татарстане вместо супермаркетов Артур выбирает сельхоз-ярмарки. На прилавках и живая рыба, и парное мясо, а, например, вместо свинины только поросятина. Не более 160 дней. А на самом деле это абсолютно молодые поросяты. Держать выше не рентабельно и не вкусно. Вкусно ли? Фермеры готовы не только доказать, но и показать, как продукты из районов превращаются в готовые блюда. Здесь это называют open space производством. Иными словами, теперь покупатель сам видит, как готовится купленный им полуфабрикат. Хочешь, например, пельмени, тебе и накрутят мясо, и замесят тесто. Цель передо мной была поставлена, чтобы люди видели, как готовят. Что это приятно, аккуратно, чисто, чтобы люди пришли домой и кушали. Сельхоз-ярмарки здесь проходят с момента открытия парка. И всегда успех берут татарстанское, о чем говорят и цифры. 25 номинований овощей – это то, что делается в республике. Понятно, что фрукты мы привозим, но нацеленность на сельхозпроизводители именно республики Тарстан, она очевидна. Сегодня показания – 10 таких ярмарок. Три в набережных Челнах, одна в Зеленодольском районе. В столичном агропромпарке – самые большие площади. Рамиль Шайдулин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Не с чем приехать на ярмарки, возможно, скоро будет некоторым хозяйством. В 17 районах республики резко снизилось поголовье коров. Почти по 1700 голов потерял Арск, Муслюмова, Нижникамск, Кальметьевск и другие. О неутешительных прогнозах заявил сегодня профильный министр Марат Ахметов на совещании в Доме правительства. По производству молока с плюсом к прошлому году сработали 36 районов. Вместе с тем продолжается снижение закупочных цен на молоко, и к прошлому году они упали на 9%, то есть на 2,5 рубля. Это не может не беспокоить товар производителей. Вердикт президента был более чем резким. Если бы они что-то в животном понимали, так бы не позорились. Трехдневный семинар, учеба им с утра до вечера. А потом экзамен примите, Марат Ахметович, лично сами. На 94-м году жизни скончался президент Международной федерации студенческого спорта Джордж Келлиан. Рустам Мениханов в тексте соболезнования отметил, что разделяет боль невосполнимые утраты со всеми, кто знал авторитетного спортивного деятеля. В прошлом член Международного олимпийского комитета Джордж Келлиан сыграл важную роль в организации и проведении Всемирной универсиады 2013 в Казани. По словам президента, он был большим другом республики. Чиновников Татарстана призвали не быть черствыми и не избегать острых вопросов. Сегодня, накануне Международного дня прав человека, спикер Татарстанского парламента Фарид Мухамедшин, встретился с правозащитниками республики. Как отмечают, из года в год к ним обращаются все чаще. Почему это считают положительной тенденцией, узнал Дмитрий Аринин. Когда обращаются, мы принимаем людей каждый день. Выйдя на пенсию, партийный работник Ренат Хидиатов решил отстаивать права человека. В своем Арском районе он стал общественным помощником республиканского омбудсмена. Как рассказывает мужчина, к нему идут с разными вопросами. От коммунальных неурядиц до чиновничьего лакита с документами. В годы жалоб доходит до сотни. Основные обращения мы записываем и доводим до исполнителей. Когда мы выезжаем, местное самоуправление прямо на местах решаем. Если не получается, мы обращаемся непосредственно у полномоченного с ее помощью, всегда добиваемся. О том, как работают правозащитники и с чем им приходится сталкиваться, говорили на встрече с председателем госсовета. Рассказали, что чиновники порой не спешат помогать людям, когда нарушаются их права или случаются какие-то спорные ситуации. Фарид Мухаммедшин призвал руководителей не уходить от проблемных вопросов. Мы все легко отвечаем. Знаете, сейчас телефонного права нет. Идите, пожалуйста, в суд. Пиши бабушка заявление, бабки 90 лет, значит так. Пиши заявление, судись там, нанимай адвоката. Если твоих полномочий не хватает, мы же не говорим, снимай трубку и звони прокурору, сделай так или делай так. Или председатель Верховного суда, или районного суда. Не имеем мы права. Нет у нас таких полномочий. Но хоть научи, как дальше ей двигаться в этом вопросе, дай совет. Сырья Сабурская констатирует, число обращений к ней растет. В этом году о помощи взывали более трех тысяч раз. В основном, речла нарушение жилищных прав, трудового законодательства, задержки зарплаты. Такая активность, по ее мнению, вызвана ростом правовой культуры татарстанцев. Правовая грамотность, конечно же, растет. И, безусловно, при этом люди обращаются со многими вопросами. Обычно где-то процентов 15. Это действительно обращение, которое касается нарушения прав человека. Как подытожили на встрече, в отстаивании своих прав не нужно сидеть сложа руки. И в этом деле в республике всегда готовы протянуть руку помощи. Дмитрий Аринин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Стреловидные арки на окнах, декоративные накладные элементы на полуколоннах, высокая двускатная крыша. Все это о зеленодольской мечети Джамик, которую сегодня открыли. Построена она в национальных татарских традициях. Главный минарет поднимается в небо почти на 47 метров. О том, как мусульманский храм строили всем миром, почти два десятка лет, расскажет Салават Мухаммадуллин. Ее видно со всех сторон города. Соборная мечеть Джамик, 46 метров в высоту, общей площадью больше тысячи метров. 16 лет ожидания закладки первого камня, безусловно, оправдали себя. Стройка началась еще в начале 2000-х. Это третий по счету мусульманский храм Зеленодольска. По статусу Соборной мечеть возведена за счет народных пожертвований. Вот она просто глаз радует. Видите, какая большая мечеть. Вот Аллах дал мне счастье, я здесь немного помогал. Немножко. Мечеть все ждали. Мы, мечеть в городе на Волгоградске только была, там не умещались. Сегодня праздник большой, открытие Соборной мечети, в которой, значит, люди могут прийти, помолиться, пообщаться с Богом. Молитвенный зал на тысячу мест, подсвечиваемые потолки, мониторы, все лаконично и душевно. Здесь даже расходы на содержание храма не секрет. С увеличением количества верующих, практикующих верующих, потребность мечетей, она растет. Мы глядели вперед и всегда глядим вперед. То есть с учетом того, что даже может быть и три мечети, которые есть в нашем городе, их будет недостаточно. Комнаты для никаха, учебные классы, столовая, кухня и несколько гардеробных. Джамик планируется открыть в Мадресе и халяльное кафе. Каждый год примерно 25-30 новых мечетей открывается. Если разделить, то в две недели мы открываем одну новую мечеть. В каждой мечети практически проходят уроки, мактабы. Всего в республике уже больше полутора тысяч мечетей. И ни один мусульманский храм не остается без прихожан. Слова Мухаммадолин, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольск. Любящий муж и отец, юрист и поэт. Михаил Хисматолин из Казани за дня в день доказывает, что ограниченные возможности не приговор, а лишь преодолимые трудности на пути к большой цели. В ДК до инвалидов мы рассказываем об удивительных людях, которые, несмотря на болезнь, стараются жить полноценной жизнью. Я до 10 лет не ходил, я сидел дома. Он родился с ДЦП, но не пал духом. Болезнь, которая сковывает тело, не в силах удержать творческую душу. Михаил Хисматолин работает юристом, но Адушину ищет в поэзии. В детстве читал классику, а теперь сам пишет стихи. У меня родился ребенок, повстал вопрос, а как мне его содержать. И моя мудрая жена, она мне сказала, ты же пишешь стихи. И на этот момент я написал стихотворение. Сотни стихотворений из шесть выпущенных сборников пишет Михаил на религиозные темы. Поэзия меняет жизнь. Об этом не понаслышке знает сам Михаил. Твоя улыбка словно бы рассвет, надежда дарит и тепло. Этими строками поэт покорил свою супругу Милюшу. Два человека с одинаковым диагнозом и жизненными трудностями. Но любовь в этой семье преодолевает все. И как результат рождение долгожданного сына Юсуфа. Вместе писать стихи, готовить ужин, вести домашний быт. В этой семье привыкли все делать вместе. У меня есть семья, у меня есть муж, у меня есть сын. Он каждый день приходит и говорит, мамочка, как хорошо дома. Я соскучился по тебе и целует. Вот эти мгновения ни с чем не сравнимы. В семье Хисматулиных есть свои традиции. Одна из них регулярный поход в мечеть. Как не было бы сложно, он смирился с этим. Он благодарит Всевышнего даже за то состояние, которое у него есть. Сейчас Михаил работает над сборником «Татарская мечта». Ему хотелось бы, чтобы эти стихи стали песней и звучали со сцены. И строки о ценностях жизни наполнили счастьем сердца людей. Алина Бережная, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Для этих ребят ограниченные физические возможности давно не приговор. За семь лет крылья Барса набрались опыта и теперь занимают призовые места на чемпионатах по баскетболу различного уровня. В Елабуге они провели показательный матч с командой Набережных Челнов. Накануне команда играла в Казани. А тех, кто побеждает и в жизни, и в спорте, Сергей Хайдаров. Еще несколько дней назад крылья Барсов проводили сложный матч, а сегодня вновь на тренировке. График у столичных баскетболистов-колясочников довольно жесткий. Скоро команду ждут европейские старты. Несмотря на это, успевают и на тренировке, и на встрече. Показательный матч был с участием нашей команды и команды из Ярчалов. И другие виды настольных игр адаптивных для инвалидов были показаны. В том числе мы и все команды там и там участвовали. Крылья Барсов признаются, приехав в Елабугу, были приятно удивлены. Такого интереса команде они просто не ожидали. Зритель гнал баскетболистов вперед. Это особенно впечатлило новичков команды. Таковых в последнее время все больше и больше признают застарожилы. Шансы попасть в коллектив есть у любого желающего. Половину команды привел сам именно где на хоккее, где в больнице, где реабилитацию проходишь. Там людей набираешь. Или вот едешь в потоке, где-то смотришь, на светофоре стоишь, что привет, как дела, Хайдар не хочет заняться баскетболом. Впереди команду ждут европейские соревнования в Италии, где крылья Барсов будут защищать честь страны наряду с двумя командами из Санкт-Петербурга. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Эхо Мундиаля. В Будапеште сегодня состоится ответный матч Кубка Европы между местным клубом Фернс Варыш и Казанским Синтезом. Наши ватерполисты провели заключительные тренировки. В столице Венгрии работает Алмаз Гафиятов. И он сейчас расскажет о том, насколько готовы казанские спортсмены к предстоящей игре. Будапешт встретил казанскую команду не по зимнему теплой погодой. Сейчас в столице Венгрии около 8 градусов тепла. Традиционно в любое время года туристы составляют основную часть центральных площадей и улиц. И совсем недавно, в середине июля, один из красивейших городов Европы принимал чемпионат мира по водным видам спорта. А сейчас водные баталии продолжаются уже в рамках ватерпольного Еврокубка. Наш соперник клуб Фернс Варыш – действующий обладатель трофея. Состав Венгров – один из сильнейших и титулованных в Европе. Очень много звездных игроков. Они в этом году очень хорошо усилились. Если бы эта команда играла в Лиге чемпионов, то она достигла бы там хороших результатов. Предполагаем, что матч будет упорным, бескомпромиссным, а самое главное – зрелищным. Ведь Фернс Варыш на домашней арене традиционно силен. И постарается показать для своих поклонников победный результат. Ну а мы верим в нашу казанскую команду. Остались на зимовку и рассчитывают на помощь людей. Подкармливать водоплавающих птиц призывает Госкомитет по биоресурсам республики. Утки-кряквы настолько привыкли к людям, что покидать городские пруды не торопятся. Вместе с тем орнитологи просят горожан не перекармливать их, чтобы инстинкт добывать пищу не пропадал. Как кормить, чтобы не навредить, расскажет Анна Городнова. Мы думали, они уже тут закормлены. Нет, оказывается. Озеро Кабан еще не затянуло льдом. Утки здесь устраивают соревнования по ловле хлеба. Первый раз приехали без батона и пошли в магазин за батоном. А сегодня вот уже заранее купили. Чтобы они не оставались голодными и чтобы не умирали из-за голода. Утки теперь не улетают из города в южные края, потому что зимы теплые, говорит биолог Валериан Гаранин. Выжить в мегаполисе им проще. Рядом всегда те, кто накормит. Прикармливают дело второе. А то, что они их выкармливают, пищи бывает мало. Многие гибнут. Ведь воробины могут погибнуть буквально за сутки, если пищи нет. У них температура высокая, нужно поддерживать. Подкармливать птиц нужно аккуратно. Не давать соленую пищу. Сухарики, семечки, печенье. Нельзя и пшено. Оно покрыто горькой пылью. Ржаной хлеб лучше заменить белым, чтобы не вызывать брожение. Сколько мы их кормим? Нам нравится, при учетах идти к природе. Мама, дни, 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 дни. Надо сохранить утку. В воде у них почти нет корма. Тем более еще утки не могут под воду спуститься. Где же они еще еду найдут, кроме как люди накормят. Если не накормят, будут голодные. Голуби, вороны и сороки в особой подкормке зимой не нуждаются. В отличие от уток, найти еду в городе им гораздо проще. Корочка хлеба может стоить вам тысячу рублей. Так в Белгороде три года назад ввели штраф за кормление голубей. Это приравняли к закону, запрещающему мусорить на улице. В ряде европейских стран такое правило действует уже давно. Это сделано, чтобы не увеличивать популяцию голубей. Ведь они не только оставляют после себя помет на фасадах зданиях и памятниках, но и являются переносчиками заболеваний. Зимняя подкормка птиц – дело благодарное, но и в этом нужно знать меру. Анна Городнова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Не меняем, а дополняем. Под таким девизом сегодня проходит уже пятая национальная музыкальная премия «Болгар Радиусы». Только здесь статуэтками и почетными званиями артистов награждает не художественный совет, а сами зрители. Прямо сейчас в пирамиде находится наш корреспондент Лина Зинатулина. Лина, добрый вечер. Сколько статуэток к этой минуте обрели своих хозяев? Еще раз добрый вечер. Мы находимся за кулисами, где артисты поздравляют друг друга. И яркие итоги яркой премии уже у нас. 34 награды и куда больше прекрасных живых выступлений. Предлагаю послушать легенду татарской эстрады. Именно в такой номинации сегодня победила Хамдуна Тимиргалеева. Хамдуна Тимиргалеев Золотую звезду многие получают не впервые, но каждую ценят по-своему. У Есии Бутрудиновой, к примеру, она уже третья, и певица поделилась с нами эмоциями. Которая звезда у вас? Третья. И как ощущения? То есть это не первая? Это счастье, конечно. Это как в детстве, когда тебе подарили самый долгожданный подарок. Это итог года. Это оценка нашего твоего. А мы прощаемся до следующего года с премией, где главные судьи, зрители и слушатели, а главный пресс «Народная любовь». У меня все, Алексей. Спасибо, Лина. Это было включение с вручения премии «Болгар радиосы». Сейчас самое время обзора всего самого интересного в интернете за неделю. Яркие события, неожиданные темы, уникальные кадры в нашей традиционной субботней рубрике в сети. Всем привет! Ну, наконец-то! Наконец-то! Есть такие, такие, да и даже такие. Но вот самый главный снеговик – это вот этот. Как я уже сказал, снега много. В связи с этим у казанцев появилась возможность заработать на сугробах. Сейчас, наверное, многие уже представили вот такую картину. Но нет, друзья, снег никуда везти не надо. Министерство экологии и природных ресурсов республики будет награждать казанцев за сообщение о скоплении неубранного снега на дорогах. Потому что этот снег с реагентами и мусором и так далее при таянии загрязняет почву. Поэтому, если вы увидели сугроб большой, который, ну, не убирают, сразу же звоните в общественную приемную. Давайте сделаем мир чище вместе. Кто-то использует снег для снеговиков, кто-то на нем пытается заработать, а кто-то просто решил использовать его как перо и бумагу для любовного послания. Думала, куда это мой муж запропастился. Выглянула в окно, а там любимое с днем рождения, пишет автор данного видео. Все-таки остались еще у нас в Казани романтики. Молодцы! Но главная мысль, на которую должен наводить на снег, это то, что совсем скоро уже Новый год. Новый год? И один казанский пользователь посчитал, сколько же будет стоить классический новогодний стол для семьи из четырех человек. Татарстанцам он обойдется в 5239 рублей. Но, по сути, не так уж и дорого. Вот, к примеру, такой же стол жителям Чукотки обойдется 8178 рублей. Но самый дешевый новогодний стол будет в Ингушетии. 3153 рубля. Так что, если хотите сэкономить, можно отпраздновать Новый год в Ингушетии. Ну, это так уж, на крайняк. Ну, а пока Новый год еще не наступил, наша постоянная рубрика в сети с президентом. На этой неделе у президента не слишком много фотографий. Несколько кадров с жеребьевки чемпионата мира по футболу, открытие нового татарского фастфуда и прекрасные мелодии, которые исполняют талантливые музыканты. Ученые заявили, что календарь Майя, который предвещал конец света в 2012 году, расшифровали неверно и назвали новую дату апокалипсиса. 21 декабря этого года. Ну, так каждый год можно менять все. Неправильно расшифровали букву, одну не поняли и так далее. Ну, думаю, многие уже взяли кредит и отдыхают на полную катушку. Потому что все равно же конец света. Или наоборот, закупают наборы апокалипсиса или строят бункеры под своим домом. Ну, а кто-то просто продолжает жить и смотреть ТНВ. А сейчас топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте итоговое сочинение по литературе. Сразу видно, большинство пользователей это школьники. Вторую строчку занимают подделки на Новый год. Вот здесь надо уточнять только конкретно, кто делает запрос. Родители или сами дети? На третьем месте жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 года. Вот, кстати, группа, в которую попала наша сборная. Нас ждут с вами впереди выходные. И поэтому вот вам веселое видео с девочкой. Именно так выглядят многие девушки в караоке на выходных. Удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! В завершении программы прогноз погоды на завтра. Я напоминаю, что все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Хороших вам выходных и до встречи! Казань «Орксинтез» – один из ярких представителей химической промышленности Татарстана. Россия – огромная страна. Наши партнеры – компании со всех уголков Российской Федерации. 12 декабря мы отмечаем День Конституции. Это наш общий праздник. Мечтаете побывать в Париже? Слушайте «Ретро-ФМ Казань» с 20 ноября по 17 декабря. Каждый день в 2 и каждый вечер в 8 часов. Супер-игра «Уикенд» в Париже на «Ретро-ФМ». И на «Марка» по цене отечественной. Да, если это – «Датсон». В декабре с новогодней скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 семерки. Детские новогодние елки в Казанской ривьере. Приходите всей семьей. Информация по телефону. 526-5656-0+. Илья Авербух представляет новогоднюю сказку «Новые бременские музыканты на льду». 4 и 5 января во Дворце спорта. Без возрастных ограничений. В клинике «Медел» уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике «Медел» уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Алексей! Ой, папа, у вас мама и тут, и там показана. Так это телесемь. Всё, что в нём есть, всё показывают. Маму в телевизоре, нашу ужин в духовке. А выходные? И выходные. Так, куда пойдём? В кино или в цирк? На каток. Телесемь. Хорошо, когда мы вместе. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Новогодняя скидка на Ниссан 250 тысяч рублей. И это не предел. Звони в автоцентр Марка. Четыре пятёрки, три единицы. В Акбарс недвижимость. Дни большой выгоды. Двухкомнатная квартира 47 квадратных метров. ЖК «Светлая долина». Дешевле на 450 тысяч рублей. Спешите. Аллен Клиник. Улучшение потенции профессионально и качественно. Приглашаем на детские новогодние ёлки в Корстон. Подробности 279-322-0+. Недостаточная физическая активность считается одним из важных факторов риска и является причиной многих серьёзных заболеваний и смерти в глобальном масштабе. Как же этого избежать? Необходимо соблюдать ежедневный двигательный режим и увеличить физическую активность. Соблюдайте эти простые правила и помните, движение – это естественное лекарство. Здравствуйте! В начале выпуска интересная информация. Шкаф-купе по вашим размерам, быстро и качественно. 3D-проект шкафа, доставка и установка бесплатно. Только в декабре назовите пароль «ДМ-мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» завтра на юго-востоке в Бугольме Бавлы-Ознакаево выпадет снег, будет облачно и 9 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге снежная и облачная погода. Подморозят до минус 10. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске. Столбики термометров покажут 11 градусов ниже нуля. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе местами пройдет снег. Температура воздуха минус 9. На юго-западе республики теплее, чем в других районах. Тут всего минус 4. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыши временами пройдет снег, будет облачно и 7 градусов ниже нуля. В последующие дни температуры пойдут на спад. Без осадков не обойдется. Фермерское хозяйство Лутфулина предлагает к новогоднему столу мясо птицы. Гуся, утки, мулларда, индейки и бройлера. Деревенское мясо птицы и субпродукты Восиного Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки Кукмара станет желанным подарком в любом доме. Вместе с Кукмарой вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с Кукмарой. Кукмарский завод металлопосуды. Один из ведущих российских производителей. Литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой Кукмара. В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием. Товары для туризма и отдыха. Формы для хлеба. Завтра в Казани будет облачно. Временами выпадет снег. Температура воздуха минус 5, минус 7. Ветер юго-восточный. 1 метр в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 85%. И еще одна полезная информация. Санаторий Бакирова одна из ведущих здравниц Татарстана. Известный далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет здоровье более 17 тысяч человек. Целепные грязи и чудо-действенный климат. Забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок. От Орстальской Швейцарии. Да, слов нет. Питание суда. Шведский столб. Комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...